Что у нас идет дальше? Что нам нужно реально, чтобы получилось множество вещественных чисел, с которыми, что называется, можно работать? Нужно доказать, что это поле. А что такое доказать, что это поле? Это всякие свойства. Всякие свойства, типо коммутативности. Ассоциативность, ассоциативность существования. А не то, что это будет вот такая вот... Фактически. Ну, будет. Будет. Может, мы это не будем делать? Хорошо. Мне кажется, что мы уже достаточно это поняли. Вот там сложили две последовательности, а вот если бы в другом порядке их сложили. Понимаете, да? Или там сложили две с третьей, а вот если бы сложили вторую, третью, а потом с первой. Ну, честное слово, это, конечно, все можно выписывать, но видно, что по существу там вот дальше, дальше вот этого приема ничего не пойдет, да? Ну, там дистрибутивность, понимаете, да? Это все просто. Деление – это фактически теорема вот так про частные. Мы фактически с этим сегодня разобрались. Давайте думаем, что на самом деле принципиально интересно в том, что у нас есть. Что у нас еще есть для вещественных чисел? А на самом деле вот что? Для вещественных чисел есть понятие больше и меньше. Есть понятие порядочности. Вещественные числа – это не просто поле. Это порядочное поле. Давайте поймем, что было порядочное поле. Это где про любые два элемента можно сказать, какой из них больше, какой меньше. Понятно? Так вот, конечно, хотелось бы, чтобы построенные нами множество, действительно было бы, там было бы понятие меньше или больше. Давайте поймем, вот когда у вас есть две последовательности, вы их хотите сравнить, да? Вот скажем, последовательность A1, A2, A3 и так далее, и B1, B2, B3 и так далее. Понимаете ли вы, что можно, конечно, взять разность подчлена, и на самом деле нужно просто сравнить это с нулем. Согласны? Да. То есть, на самом деле, если вы научитесь сравнивать последовательность с последовательностью 0,00000, то любые две между собой вы тоже сможете сравнить. Для этого нужно просто взять, вычесть подчлена и сравнить то, что получится с последовательностью 0,00000. Согласны? Да. Отлично. А теперь пишем определение. Ну а для этого сначала его надо придумать. Фундаментальная последовательность, вот такая вот, является положительной, если в ней конечное число отрицательных членов. Определение неверное. Определение неверное. И при этом конечное число отрицательных членов. Нет. Итак, внимание. Это последовательность положительной. Нет, положительной. Если, скажите мне чётко. Начинаю с некоторого момента. Она? Положительная. Больше некоторого фиксированного числа. Смотрите. Если существует такое число С, что для любого числа, начиная с некоторого, кстати, для любого, начиная с некоторого, пишется так. Так, существует такое число К, что для любого числа Н, что у нас? Как только Н больше или равно К, так сразу наша последовательность, что? Больше, чем С. Значит, объясняю, что это значит на картине. Вот у вас есть вещественная ось, есть число 0, есть число С. Так вот, вот этот луч от С до плюс бесконечности является ловушкой для нашей последовательности. Согласны? То есть, она отграничена от нуля в положительную сторону. Вот этот вот такой вот луч должен быть ловушкой. Отлично. Может быть, вы скажете, что такое отрицательная последовательность? Это минус больше, чем С. Здесь будет неравенство меньше, чем минус С. Отлично. А вот теперь теорема, которая для меня очень важна сегодня. По большому счету мы её уже доказали. На самом деле, то, что было в начале сегодняшнего урока, фактически такое же доказательство будет и сейчас. Итак, теорема. Любая фундаментальная последовательность, либо положительно, либо отрицательно, либо стремится к нулю. Да? Повторяю. Любая фундаментальная последовательность. Или, начиная с некоторого места, удовлетворяет неравенство больше С. Значит, айдное больше С. Или, начиная с некоторого места, все её члены меньше, чем какой-то там минус С. Или она стремится к нулю. Перечитывайте содержание сегодняшнего урока. И поймите, что вы умеете доказывать эти теоремы. Это то местное, которое мы про ограничены. Можете? Да, стремится к нулю. Следовательность либо стремится к нулю, либо не стремится к нулю. Если она не стремится к нулю, то она отграничена. Вот возьмём такое С, чтобы мы не поклонились. Итак, вы как-то очень быстро это сказали, хотя это основной момент доказательства. Ещё раз, что называется, внятно под запись, чтобы народу стремится писать. Любая последовательность. Либо сейчас по коридору школы бродит, приходил, либо приходил, там не ходит. Да. Итак, любая последовательность. Да. Есть два случая. Либо она стремится к нулю. И тогда уже всё хорошо. Либо она отграничена от нуля. Ну как научится это? Либо она не стремится. И у нас сегодня была теорема, что в таком случае... И она Лемономороз называлась сегодня, но не важно. Что она в таком случае отграничена от нуля. Помните, да? Есть такая окрестность нуля, что все члены последовательности лежат вне этой окрестности. Это... АН больше С. Нет, по модулю. Очень важно. Как раз в том-то и будет игра, что АН по модулю больше С. А лучше бы это, конечно, вы на картинке показали. Просто, что это реально? Либо вот этот интервальчик. Это ловушка. Вот это ловушка. Вот это ловушка. Суть объединения ловушки. Да. Мы доказали Лему о том, что эти два луча в объединении являются ловушкой. Так? Хорошо. Вот. Теперь вспомним, что такое фундаментальная последовательность. Это такая последовательность, что для любого положительного числа на этом выполняется какое-то свойство. Ну, там... Что у нас это? В частности, в качестве этого положительного числа можно взять само число С. Да. Вот. И начиная с некоторого момента, разности будут, между любыми двумя членами, начиная с некоторого места, будут меньше, чем С. Согласны? Да. А теперь вопрос. А сможет ли такая последовательность ставить расстояние? Сможет? Чтобы у нее один член был здесь, а другой член был здесь. Извините. Тут расстояние будет больше, чем 2С. А мы сказали. Мы найдем момент, когда расстояние будет меньше, чем даже, чем С. Просто какой-то интервал размером 20. Да, можно 20. Будет ловушкой. Да, поэтому у нас не может, она, например, и на этом будет, чем присутствовать, и на этого. Значит, это... Нет, не интервал угол. Расстояние между членами, это не совсем то. Просто расстояние будут маленькие. Ну, и значит, можно взять один из этих членов, по кругу, и он все равно... Ну, если угодно.